Всем огромный привет! Сегодня у нас такое необычное включение. Сегодня мы приехали в чистые пруды, чистые росы. Семь прудов тут, по-моему, у них сайт называется. Это коттеджный поселок. Он находится недалеко от Екатеринбурга, вообще недалеко. Тут, кстати, очень много строится. И вот на заднем фоне, наверное, на заднем плане видно домики, детские площадки. Здесь территория охраняемая под шлагбаум. В общем, все прилично. Тут же, кстати, есть домик с отделом продаж такой маленький. Сейчас вот он, на заднем. Сзади меня как раз видно. Все строится, их очень много, большие территории. И пока мы до них доезжали, проехали еще парочку коттеджных поселков. Короче, все застраивается. Получается, что-то копейки, ну не знаю, сколько километров. Семь, семь, десять, что ли, от Екатеринбурга. По трассе едешь-едешь. В принципе, вообще неплохо с инфраструктурой. Здесь же есть и центральное водоснабжение. Вот конкретно здесь я не знаю. Вот мы там проезжали один был. И вышки сотовой связи. И, в общем, все 33 удовольствия. Платите и живите за городом. И недалеко от города. Также строятся большие магазины. В общем, классная загородная жизнь. И близко к городу. Сейчас я покажу, что тут видно. Ну, мы, на самом деле, с самом начале приехали. Я сильно не буду отходить. Просто жду Сашу. Сейчас он там все сделает. И поедем дальше. Так, сейчас покажу. Там вот виднеется однотипные домики. Еще один недостроен. И тут еще огорожено много. Тут самые кучи снег. В общем, здесь, как я понимаю, уже живут. То есть тут детская площадка уже построенная для этих домов. Там дом облагорожен. Там не облагорожен. И, в общем, все застраивается. Видно, что линии электропередачи есть. То есть электричество есть. Но с водой непонятно. Скорее всего, у них скважина. Тут не видно ни водонапорных башен, ничего. Мне кажется, скважина даже лучше. Протопление также не знаю. Там также виднеются домики деревянные. Машины и тут же лес. То есть, пожалуйста. Из-за того, что чистый воздух... Чистый... Наверное, все-таки чувствуется, да. Что-то так выдыхая-выдыхая. Есть такое ощущение. В общем, пока ехали кругом рекламу. Что построим, облагородим, все проведем. В общем, тут чисто ориентировано на тех, кто все строит еще. Ну, в общем, сам начал еще много видостроек. Там, там, там не видно. Сейчас по дороге поедем. Может быть, еще другие котельные поселки покажу. Сейчас не очень, правда, красиво. То, что наполовину все с грязью. Как-то не очень кажется. Вот сам план поселка Чистые Росы. Вот говорю, да, у них сайт 7prudov.ru. Какой он планируется быть. Но еще не такой огромный. По крайней мере, все кажется еще в самом-самом начале. Это даже видно карту. Я не знаю, видно или нет. Вот, где мы сейчас, получается, через Косулино. Пока-то легко приехали. Мы были прохладные. Там тоже какая-то и жильщина. В общем, проезжали через прохладную, через Новый Исток. Ну, Косулино, Чистые Росы. Если дальше приехать, Новая Росоха тоже известная там коттеджная поселка есть. Что вот кому интересно. В принципе, место неплохое. Ну, на сайте можно посмотреть. И так вот он выглядит шлагбаум. И там будка храняемая. Все, лес, лес, лес. Мы возвращаемся уже в сторону города. Ну, едем в центр. Все, здесь Саша все сделал. Так что в этом коттеджном поселке. Теперь в этом поселке есть дома, где есть беспроводной, безлимитный, высокоскоростной интернет. Такого не бывает. Мы умеем делать. Да, мы все умеем делать. У нас, кстати, сегодня очень насыщенная программа. Поэтому, если все-все-все прям получится поснимать, то, может быть, даже на две части разделю. Потому что мы запланировали столько всего, что вообще все не влезет. В общем, мы теперь стараемся все по максимуму выжать из дня, чтобы успеть везде сделать все. Плюс сейчас, считайте, перед праздничные дни, да и вообще весной все просыпаются. И много и заявок, и много сопутствующих дел. Там такие домики шикарные. Да, кстати, да, вот мы сейчас возвращаемся. Сейчас что-то интересное будет, покажу. Потому что, в принципе, здесь куда ни посмотри все интересное. После городской вот этой вот каменных джунглей, где все одинаковые высотки, здесь каждый домик не похож на другой. Все стараются как-нибудь выпендриться так. Ну и много очень строится. Ладно, сейчас покажу. Видите, тут какой-то стиль, поварский какой-то, как он называется. Сделано так. У них новые подстанции есть, в общем, все. У них должно быть все хорошо. Вообще, высокие горшки. Даже дорога относительно неплохая. Конечно, лучше судить, когда все это растает, сколько тут будет грязно. По крайней мере, кажется, мало этих голуботных. Да. Сегодня я еще забрала подарок со своей работой. Я так с такой скоростью туда летела. Просто сегодня там все отмечают. Там еще концерт будет. Подарили в этом году на 8 марта такой вот наборчик. Но я его потом, может быть, дома поближе расскажу. Здесь мыло, крем и пилочка. И сертификат. Сертификат лучше бы не дарили. Подарили. Нет, конечно, спасибо, что помнят. Это очень приятно. По-моему, с каждым годом все меньше и меньше. Вообще, на 300 рублей. Я не знаю, что сейчас на 300 рублей можно купить. Мне кажется, одна помада стоит самая обычная, 300 рублей. Тут фишка в том, что спасибо за внимание, что в декрете находишься. Подарки все равно дарят. Некоторым не дарят. Но у нас как-то на работе с каждым годом получается все меньше. Внимание оказывают. А как из кроме, наоборот, дополнительно заплачивают людям без декрета. Иди как. Так что вот. Мы, кстати, сегодня, наверное, все пробки собрали. Получается, я не знаю, работают завтра или не работают. Но такой день, что вообще все дороги стоят. О, в смысле, что да. Ну, все в пробках. В общем, и мы все вместе стоим. И сейчас, наверное, поедем в Гринвич. Наверное. Да? Ну, да. Мы стоим в этом ряду. Куда-то было очень на Гринвич. Вот так вот. В тех кто-то случает. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Пошли в свою любимую планету Сушина. Бизнес-ланч. И хотела не показывать. Думаю, все равно, в принципе, бизнес-ланч всегда одинаковые. У них пока стандартно все. Но я сегодня заказала новую аликтуру в Гринвич пробовать для себя. Получается, это ломтики куриные грудки в хрустящей панировке. И остается с лицом, соусом, барбикатрит, соусом. Саша Кацюяки. Вкусненький. Мне больше всех нравится со свининой. И он сегодня будет резко-дированный. Вот он. Ну, и опять мы сейчас на 8 марта. Здесь опять подали чай в таком чайчике. Чайчик очень нравится. Он полный чая. И сегодня вот такие кружечки, именно соответствующие всему этому японскому стилю. Поэтому повторю всем приятного аппетита. Будем скорее кушать. Потому что здесь все очень вкусно и очень аппетитно. И у нас сегодня заключение нашего обеда. Тут аж целых 4 шарика мороженых. И еще я попробовала сегодня медовик. Он был нереально вкусный. Я его съела с такой скоростью, что даже не успела показать. Самый вкусный медовик, наверное, который я попробовала. Это вообще неописательно. Настолько вкусный медовик вообще. Сейчас 4 мороженого шарика. Шоколадная, клубничная, фисташковая и ванильная. Мы сегодня что-то вообще раскушались. Зашли мы еще по пути в Галамарт. Ну, там взяли по мелочи. Некоторые товары, кстати, по выгодной цене. Например, крем бархатной ручки пока что дешевле, чем везде. Там много товаров разных. Это Галамарт магазин распродаж постоянно. И сейчас идем непосредственно в сам Гриннич. Народу очень много. Все-таки идут с цветочками. Видно, что на работе поздравили. Ой, еще и с Кольска очень. В общем, сегодня столько народу в Гринвиче, что просто не продохнуться. А в Литвале так вообще битком-битком. Ну, кстати, там чуть крема не потеряли, который ранее купили. Не знаю, как, в общем... Во-первых, надо сертификаты, что подарили. Ну, не знаю, что купить, потому что все-таки сумма маленькая. Во-вторых, они опять подняли цены. То есть 50% скидка. Но, там, сравнила. Ну, вот реально подняли. Так что я решила подождать, пока не тратят сертификат. Потом... А миллион-то потом отратишь, конечно. Да. Когда все эти праздники пройдут, когда, надеюсь, вернутся цены в обратное русло. И просто уже там... Ну, конечно, добавить и сходить с обычной скидочной картой, мне кажется, даже дешевле получится. Так что походили, посмотрели. Все, цены я поняла. И сейчас мы поехали дальше. Мы сейчас, кстати, на парковке. Ну, на парковке, на самом деле, кажется, не так много машин, сколько людей. Ну, и видно, что очень много девчонок, видимо, всем сертификаты надарили, потому что все просто там от полки, от полки, там все там сметают. Все на своем пути, короче. Мы уже, наверное, тысячелетние были в Меге, в этом районе. У нас как-то все последние дела были все в центре. Или, ну, вообще, вот сюда вход никак не шел. Сегодня мы, наконец-то, добрались до Меги. Ой, уже темнеет. Ну, как темнеет? Сейчас просто так пасмурно. Ну, на самом деле, уже вечер, да. Мы сегодня безрядно везде покатались. Сейчас заскочим в Мегу и еще ходим в Метро. В Метро у нас такой список приличный, поэтому точно мы там, наверное, оденем. Будет там покупки и все. А в Мегу я вот смотрю, наконец-то они убрали елку. Они просто, по-моему, самые последние, кто убрал елку. У них там еще коток, что-то еще такое было. До последнего они, мне кажется, тянули. По-моему, уже все торговые центры, все места разобрали все новогоднее. Здесь было очень долго. Да, вот сейчас уже ничего нет. Это уже просто подсветка, уже просто все обычное. Кстати, до Меги мы добрались более-менее неплохо, когда уже выехали все вот эти вот Куйбышево, где-то этот Гриныч, где-то все заторы постоянно. Там постояли, а потом нормально долетели. Так что мы вообще, можно сказать, без пробок добрались. Посмотрим, что сейчас здесь, сколько народу. Добрались ли до сюда все девушки с цветами? Какая жду Сашу опять там с его дел. Хочу показать, что себе купила. Давнишнюю хотелочку. Это как уже часть подарков к 8 марта. Это зашла в бодишоп. И вот такой вот крем. Он получается для очень сухой кожи рук. Вот такой вот он, 30 миллилитров. Там есть и большие упаковки с конопляным маслом. Так быстренько почитала состав, что я тут поняла, и вот именно это конопляное масло, оно идет как раз-таки пятым. То есть входит в пятерку от этих самых главных составляющих. Попробую, потому что я про него слышала только положительные отзывы, только вообще. Причем от разных людей, как и на YouTube, Instagram, там блогеры, как сказать, разного уровня дохода и так далее. И все хворили этот крем, что вот именно какого-то сухая кожа рук, у меня очень сухая вообще, то есть именно кожа рук как бы подвержена такой вот сухости. И вот хочу его попробовать, если он вообще стоит своих денег, то это будет спасение. Просто так-то он, конечно, не дешевый. Вообще, на эту сумму можно было столько бархатных ручек набрать, что вообще он мазается просто. Ну, вот такой вот тюбик. Там, конечно, начали там еще то попробовать и другое попробовать. И, в общем, как обычно, но нет, нет. Строго зачем пришла, то и купила. Сила воли. Слушайте, я что-то так сегодня уже устала просто. Я сейчас присела здесь отдохнуть. Не знаю, тут видно, нет, не видно. Это мы зашли в Старбакс. Там они раздают бесплатно попробовать новинку кофе. Попробовали крепкий кофе. Ну, пусто крепкий. И у них есть какая-то карточка. Саша заинтересовался. Сейчас он ее оформляет. Интересная карта. Только не поняли, в чем подвох. Он сейчас, наверное, сам расскажет, когда оформит. А вон он уже... Сейчас я ее активирую. Пришел вот карточку, получается... Сейчас я покажу быстрее. Это для мчатиков? Нет, сзади главное не показывай, наверное, еще. В общем, вот такая вот карточка. Но они там разные расцветки. Если вот именно расцветки, тут значок Старбакса именно. Ее надо активировать на сайте. Положить на нее можно или 500 рублей, или 2000. Если кладешь 500 рублей, тебе при активации кофе в подарок и потом всякие там дни рождения, какие-то еще там праздники. Тоже, да? Я поняла? Напиток в подарок. Каждые три месяца кофе в подарок. На день рождения кофе в подарок. Еще каждые три месяца. Я что-то вообще не понял. Если на счет 2000 кладем, то кофе в подарок. Причем такая солидная упаковочка. И тоже напиток в подарок. И она дебетовая. И пользуешься, как у нее там срок службы три года. Эти деньги не сгорают, никуда не уходят. Короче, какая-то карточка волшебная на самом деле. Но ей может только расплачиваться именно в Старбаксе. То есть это чисто, как они сказали, для поощрения постоянных клиентов. То есть, что вот, вроде того, никакого подвоха. Просто, чтобы мы к ним еще раз и еще раз приходили и тратили там свои денежки. Но получается, что у них кофе самый вкусный, где бы мы не пробовали. Конечно, не дешевый, но вкусный. Сейчас там Саша активирует и покажем, что ему подарили. Перуанское, что ли, кофе. Ну, сейчас он получит. И напиток. Старбаксик. второй раз покушали. Уже вечер, честно говоря, вообще устали. Надеюсь, у нас это кофе сподрит. Здесь какое-то супер вкусное, да, какое-то, с пенкой. Тут, американо и какая-то вкусняшка. Как она называется? Киш. Кишурочка. 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 В общем, до ужина. Всем приятного аппетита. Нам сейчас будет вкусно. Мы уже дома и хотим быстренько показать, что мы сегодня взяли в магазинах крем. Это вот эти булочки. Все в кучу у меня будет. Это мы, конечно, были умели, как это не зайти в Ашан и не взять булочки. Зацените, цена все еще та же. Цена не меняется. Так, еще булочки. Оля, все прилипло. Хочу быстро... А, еще все, отрываю. Все, как я отрывала. Все. Вот такие вот булочки тоже взяли. В общем, все стандартно. Почти, Леша. Это уже растаяло. Захотелось варенников именно с картофелем. И с наукрас рекомендовано булочку. Сейчас, Аленке, булочку дам. Держи. Далее. Ну, это я показывала подарочки. Это так, быстренько салфетки, которые самые лучшие. Сколько уже? Сколько лет? Зим, хотела сказать. Это еще не выкладывали. Пару набирать. Да, это икея. Далее. Здесь вот такое вот по мелочи. Я потом сформирую подарочки. Так, это Максимке с Аленкой взяли. это Башаня. Так, вот такая еще масочка. В общем, очень много у нас женщин, поэтому так по мелочи всего будут. Такие подарочки сборные. Батарейки тоже Ашан, Батарейки литиевые. Так, тут еще масочки. Просто буду разные эти делать. Взяла вот такие два с крабой для тела Камчатский и Причишный от Банки Агафи. Тоже, скорее всего, в подарки будут как дополнение. Далее, вот такие вот колготки Максимки. Что-что, вот в Ашане колготки можно покупать. Тут было написано стопроцентный хлопок. Ага, прикиньте, здесь уже не стопроцентный хлопок. А я там смотрела стопроцентный хлопок. Вот он написано для девочек, но это как бы, ну, мальчиков тоже, думаю. Ничего себе, я там прям смотрела. Так, это еще вот так же по мелочи. Иголи-то непонятяне меняют. Это точно да? Да, да. Так, вот эти кеи все вперемешку. Вот это что, когда-то у нас карапузу задевали вот эту вот палочку держалок у нас эти-то есть сами ролики, а палочка где-то тоже есть. Да, батарейки, батарейки и снова батарейки. Ну, это видно по икею. У нас какие-то водушки собаки вегонов я могу. Они, кстати, у нас батарейки сейчас летят, я не знаю как что, поэтому у нас очень много батарейок. И все они щелочные. Они алкалиновые, как некоторые говорят, не особо умные. Специально показала. Нет такого слова. Губки самые дешевые каждый день. Они, конечно, быстро выходят из строя, но цена соответствующая. Одноразовые купилки. Так, вот эту туалетную бумагу не будем показывать. Станки одноразовые тоже, что в блок говорится. Опять, то есть у нас сейчас очень много игрушек на батарейку. всякие светильники на батарейках, подсветка, поэтому столько батареек. Вот опять штучки для туалета. Туда? Туда? штучки на батарейки. В общем, это все тоже идет в одно место интересное. Так, наверное, самое интересное, что сегодня было. Такой красивый пакетик. пакетик. Такая штука. По-моему, ничего на русском нет. Значок. Настоящий где сделан? Так, сейчас мы тут все рассмотрим. Сто процент на арабиком. Так, все рассмотрели, рассмотрели. Колумбия, Нарина, Да, даже наклейка, нет, есть наклейка на русском. А вот есть наклейка на русском. А, смотрите, Майдин, тут правда-подобно будет написано. А, еще и царя, походу, нет? Да, давайте, посмотри. На этом где? Шестопроцентная арабика, натуральный, жареный, в зернах, колумбия, левиа, Нарина, торговая, марка из Тверлокс. Мне просто под углом вообще плохо все видно. Интересно это, что он годен так, зацелу недолго. Без ГМО, значит, натуральный. Ну, не знаю, здесь что-то написано, что Швеция. Видно? Может, это импортер? А, да, это импортер. Ну, ладно, потом рассматриваем, что-нибудь в логере сразу. В общем, теперь есть у нас вот такая вот наша коллекция. Тут еще трубочки осмотрим. Ну, в общем, вот так вот быстренько, чтобы сейчас все брать, это, наверное, все. потому что на сегодня не было таковой цели заехать за купицей, чтобы хотели в метро, но в метро мы уже просто и не физически, и не по времени не успевали, поэтому так вот что заскочили, что купили, то и вот. А в метро в следующий раз уже поедем. Ладно, сейчас все это будем раскладывать. в следующем. Поехали. Субтитры